10 дюймов влезает без проблем Ребята, всем привет! Не так давно я себе купил вот такой вот рюкзак Tuli Crossover Это версия на 25 литров И сейчас я вам расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось в этом рюкзаке И что бы я хотел, наверное, немножко улучшить К сожалению, в русском ютубе и на русских сайтах Я достаточно мало нашел обзоров на него Ну, собственно, поэтому и решил записать свой Надеюсь, он вам поможет и, возможно, даже вы выберете этот же рюкзак Сейчас я только что запаковал его полностью Первый раз до такой степени, что молнии еле закрылись И давайте я вам покажу, собственно, что я в него запаковал Что он в себя может вместить Это, еще раз говорю, версия на 25 литров Поехали! 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 Итак, распаковку закончили Давайте посмотрим теперь и немножко расскажу, что же сюда влезло Прежде всего из одежды Штаны, джинсы, кофта, 5 футболок, 6 футболок, пара носков, шорты Из электроники у нас есть, значит, отделение для ноутбука, для планшета Различная мелочевка, телефоны, проездные карточки Все помещается в маленький карманчик Кошелек, паспорт, мультитул, мышка Это все прекрасно раскладывается Зарядка для ноутбука И блютусные наушники Ну и всякая ерунда типа салфеток и каких-то пакетов Тоже прекрасно влезает Ну и теперь немножко про сам рюкзак Что мне в нем понравилось? Мне понравился в нем, во-первых, дизайн Рюкзаков Тули я вижу в метро, по крайней мере, достаточно мало Да, это плюс Потому что тот же Диотор или Свис Гер какой-нибудь Ну, они немножко страшноваты Здесь дизайн мне очень понравился Мне понравилась вот эта вот фактура ткани Которая выполнена в такую какую-то белую точечку По внешнему виду Что у нас есть? У нас есть один карман на вертикальной молнии К сожалению, он без каких-либо внутренних вставок или органайзеров Это просто, ну, на мой взгляд, достаточно бесполезная штука Хотя сложить туда что-то тоже можно У нас есть два вот таких вот карманчика На небольшой резиночке Они оттягиваются Туда можно положить либо бутылку Либо маленький тормозочек, либо фляжечку Потом у нас есть вот такая вот защелка Для того, чтобы рюкзак у вас не перемещался горизонтально Ну, этим я не пользуюсь Хотя фишка в том, что ее можно регулировать очень быстро Она перемещается, как видите, вверх-вниз без каких-либо усилий Спинка рюкзака немножко с прокладочками Она не то, чтобы жесткая, но прокладки все-таки чувствуются Так что небольшую поддержку это тоже обеспечивает Снизу рюкзака у нас вместо какого-то уплотнения, на которое вы будете ставить Обычная ткань, которая весь рюкзак покрывает И сделана еще одна ручка, якобы для того, чтобы рюкзак, когда вы его куда-то кладете, его можно было за ручку вытянуть Ну, в принципе, имеет место жить Имеет право на жизнь Но, опять же, когда в том же метро вы его будете ставить на эту ручку, на пол Вся вот эта вот поверхность, она очень быстро загрязнится Тем более сейчас зима, слякать, грязь И, ну, не знаю, тоже очень спорная штука Сверху ручка сделана достаточно прикольно Она тут двойная, потому что здесь идет внешняя ткань и идет еще одна внутренняя Все это хорошо прошито И плюс к этому у нас внутри есть небольшой такой стерженечек из какого-то плотненького поролончика То есть эта ручка форму свою не теряет Сами наплечные ремни сделаны, опять же, из такого же, скорее всего, как в ручке плотненького поролончика У них есть вентиляция и идет сеточка Летом, чисто теоретически, это все должно проветриваться Ну, посмотрим, как будет летом Зимой это, в принципе, не нужно По карманам дальше Их фишка, это так называемая safe zone Это карман, который имеет жесткий кожух Причем здесь карманчик с небольшим, опять же, отделеницем И внутри вот этот вот жесткий кожух, он вытаскивается Внутри остается просто сеточка, которая немножко растягивается Так что, если вам не нужен этот карман То можете его спокойно вытащить Карман удобен тем, что в него влезает телефон на 5,5 дюймов Спокойно закрывается И плюс в этот же карман у меня идут проездные и какие-то карточки Следующий карман у нас идет вот такого плана Растягиваются они, кстати, как вы видите, только до середины рюкзака Что первый, что второй Этот карман представляет из себя, по сути, органайзер Да, в него можно положить что-то Он идет до самого низа Но при этом достаточно узкий Где-то вот такой вот толщины Здесь у нас есть сеточка с молнией Здесь же у нас есть второй карман с молнией Который идет до самого низа Есть два больших кармана И два карманчика под ручку На этом весь органайзер заканчивается Ну и последний карман Он же основной, он же самый большой Представляет из себя вот такую штуку Здесь у нас выпирает тот самый чехольчик Карман вот в ширине, по толщине примерно вот такого размера Здесь же есть отделение для планшета И отделение для ноутбука Самое интересное то, что Что планшет, что ноутбук Влезает сюда совершенно свободно Это второй айпад То есть где-то 9,7, по-моему, 10 дюймов Влезает без проблем И ноутбук точно так же Это пятнашка Влезает без каких-либо проблем Место есть с запасом Я думаю, что влезет даже и семнашка А по крайней мере пятнашка с чехлом влезет 100% И заходят они сюда полностью Отдельно, что хочу отметить То, что весь рюкзак выполнен очень качественно Материалы, в отличие от каких-то китайских версий От каких-то китайских рюкзаков Не вызывают мысли, что это все сломается или истрется Ну, достаточно быстро Я видел отзывы, когда люди ходят с такими рюкзаками По минимуму несколько лет И они выглядят, по их словам, как новые Молнии также качественные На всех язычках есть фирменная надпись И плюс они имеют вот такие вот Немножко пластика Пластиково-резиновые держалки Два отделения имеют по два язычка Которые позволяют совершенно спокойно их застегивать Сверху вниз и вниз наверх В общем, в любом направлении Внутренние молнии точно так же сделаны неплохо Здесь уже на язычках немножко сэкономили И есть вот такой вот кусочек материала Также, если вы, например, велосипедист То, возможно, вам это будет важно Сзади логотип имеет светоотражение Точно так же, как и передний на плечевом ремне Он уже немножко поменьше Но все-таки свет отражает И еще раз быстренько о плюсах и минусах Плюсы Универсальный объем 25 литров Влезает приличное количество вещей Ноутбук, планшет, какая-то электроника Есть органайзер Можно всякую мелочевку распихать по карманам Можно взять запасную одежду с собой На несколько дней более чем достаточно Плюс он проходит еще вручную кладь Дальше Общее качество изготовления Хорошо, качественная фурнитура Хорошо сделан Материал достаточно неплохой Причем это водоотталкивающий нейлон Без каких-либо пропиток Насколько я знаю Но он проклеен внутри Что тоже плюс У рюкзака есть два отделения Это большое отделение Основное, куда влезает планшет Ноутбук И куча остальных вещей Плюс маленькое тонкое отделение Он же органайзер Для всякой мелочевки Карманы в органайзере на молнии Что тоже важно У вас скорее всего Если рюкзак перевернется Ничего не будет летать Кверх тормашками И опять же их сейв зона Для очкариков Наверное это не так актуально Потому что мои очки всегда на мне Но это не мешает взять Какие-то запасные Или если очки вы не носите То положить туда солнечные Самый распространенный кейс И за свои очки Вы можете быть спокойны Что не понравилось Во-первых не понравилось То что снизу такой же материал Как на всем остальном рюкзаке Это мешает и напрягает Ставить его в какую-то грязь В какую-то жижу Потому что это все очень быстро испачкается Ну и придет в непрезентабельный вид Этой ручкой например будет Ну как-то неприятно пользоваться что ли Потом это опять же вот этот Вертикальный карман Который внутри не имеет горизонтального кармана То есть если он у вас открывается Здесь никакой шторки Никакой сеточки не предусмотрено Если он у вас открывается Или кто-то его вам открывает То все ваши шмотки Ну скорее всего Очень большой шанс Что они просто вывалятся из этого кармана Мне хотелось бы видеть боковые карманы На молнии Потому что это еще один способ Распихать свою мелочевку Вот эти карманы Никакой молнии не имеют Поэтому Ну только для бутылки Может быть для каких-то Не особо ценных вещей Их использовать И еще один большой минус На самом деле Это то что В отделении для ноутбука Вот здесь вот снизу Нету никакого уплотнителя То есть это значит Что ваш ноутбук Висит просто на Миллиметровом Кусочке нейлона И если этот рюкзак у вас падает Или вы его просто-напросто Ставите куда-то на асфальт Это значит Что ваш ноутбук Ребро вашего ноутбука Оно бьется Об этот асфальт Это тоже я считаю Один из больших минусов Потому что какой смысл Делать сбоку Сзади и спереди Вот это уплотнение Которое в принципе Достаточно бесполезно И с другой стороны Не делать уплотнение снизу Когда вы ставите рюкзак Понятно на какой-то бетон Совсем забыл вам рассказать Про еще одну фишку Сейв зоны Это то что Карман сейв зоны Закрывается Может закрываться На замочек У нас на молнии Есть вот такое вот отверстие Закрывается молния И здесь же Снизу Есть петелечка Петелечку Одеваем на молнию И в молнию И в молнию Продеваем замочек Таким образом Не открыв замок Вы не сможете Открыть этот карман Я думаю Это может быть удобно В аэропортах Или в каких-то Таких вот местах Где вам нужно Что-то положить В сейв зону Но при этом Вы хотите все-таки Сохранить ее Действительно безопасность В принципе все Спасибо что посмотрели Надеюсь Этот мини обзор Был вам полезен И как-то поспособствует Выбору рюкзака Тули У Тули На самом деле Есть много интересных моделей Они примерно Того же объема Или чуть поменьше Из которых я также Выбирал И которые я смотрел Я их напишу В описании под видео Так что Если вам интересно Посмотрите эти модельки В том числе На этом все Спасибо что посмотрели Если видео было вам полезно Ставьте лайк Подписывайтесь Чтобы не пропустить новые видео И до новых встреч Пока Пока